Добрый вечер! Эфир Океарской студии Телерадио Вещания продолжает информационный выпуск новостей. В студии с вами Гузель Нарбутина. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги прошлого года и задачи на будущий год обсудили на днях аграрии района. На смену птичьему и свиному гриппу пришел Гонконгский. 2017 год экологии и особо охраняемых природных территорий. А теперь об этих и других событиях более подробнее. Итоги прошлого года и задачи на будущее обсудили на днях аграрии района. Основная тема разговора – составление списков сельхозпредприятий, которые подлежат субсидированию по несвязной поддержке. Как отметил в своем выступлении начальник отдела сельского хозяйства, район в прошлом году поработал неплохо. Таких высоких показателей хайбуньские аграрии не добивались последние 15 лет. И в этом заслуга не только природа, но и, безусловно, каждого труженика. Значит, отравлено то, что мы сейчас обеспечены последние 2-3 года хорошими, нормальными семенами. Завозите вы элиту, покупаете первые репродукции, хорошие семена, занимаетесь сортообновлением, занимаетесь обновлением техники. И уже везде говорим мы об этом и пишем, что за последние буквально 3-4 года приобретено техники уже, по моим подсчетам, где-то на 300 миллионов. Это огромная сумма. И самое главное то, что приобретаются не бэушные трактора и комбайны, а приобретается новая современная техника. Вот в 2016 году приобретено 12 комбайнов. Это тоже рекордное, по-моему, количество за последние 4 года. И общая сумма инвестиций за прошлый год составила более 70 миллионов рублей. Это только вот за 2016 год. Как отметила Галина Шалашова, идет хорошая поддержка со стороны государства. До 40% стоимости той же самой приобретенной техники возмещается государство. Есть определенные сдвиги по полеводству. Как было отмечено в ходе встречи, в связи с принятым решением о притязании субсидирования по растеневодству к улучшению плодородия почв, сельхозтоваропроизводителям необходимо уделить этому аспекту пристальное внимание. Как я уже сказала, в основном мы с вами сейчас ориентируемся на растеневодство. В прошлом году из общей площади земного культур, можно сказать, огромные такие площади, это где-то более, по-моему, 40%, 15 тысяч у нас занимало из пшеницы, я имею в виду, твердых сортов. Получен неплохой урожай. В некоторых хозяйствах этот урожай твердой пшеницы доходил до 25 и более центнеров. Ну, у кого-то меньше 20. Опять-таки, это в зависимости от технологии, как вы, какие семена вы применяли и как вы обрабатывали почву, и как осуществляли уход за посевами и так далее. И в связи с этим, вот, наше правительство настаивает, значит, на приобретении все-таки удобрений. Пусть не минеральных, которые вносятся в гармонированном виде при посеве, но потом при корневой подкормке и так далее. Мы все это сами сделаем. Есть у нас положительные примеры и применение биоудобрений в районе. Как вы знаете, вот у нас и Воскутов, Дземин, многие хозяйства работают уже с биоудобрениями. Это тоже дает весомый добавок к урожаю. Основные ключевые задачи и направление работы до 2020 года включают в себя такие стратегии, как увеличение производства зерна, увеличение производства овощей закрытого грунта, развитие молочного скотоводства и увеличение производства товарного молока, наращивание производства мяса, скота и птицы, и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день молочные заводы республики загружены на 70%, а предприятия переработки пищевой и переработки зерна не загружены вовсе. Стратегией увеличения производства зерна основным пунктом является вовлечение в оборот ранее выведенных земель сельхозназначения. В план на республику установлен 200 тысяч гектар, из них по нашему району 13 тысяч. Как отметил начальник отдела сельского хозяйства, эта задача является одной из приоритетных задач на 2017 год. Россия гриппует. Вот уже несколько недель подряд эта тема на пике популярности федеральных и региональных средств массовой информации. На смену птичьему и свиному гриппу теперь пришел гонконгский. Во многих субъектах страны уже введен режим карантина и продлены школьные каникулы. Врачи предупреждают, что грипп не так опасен, как его последствия, поэтому самолечением заниматься не стоит. О том, какова ситуация в районе и стоит ли хайблинцам опасаться за свое здоровье, разбиралась наша съемочная группа. Эпидемия гриппа случается ежегодно, обычно в холодное время года. В группу риску в первую очередь попадают дети и граждане, которые не прошли вакцинацию. Однако пока вся страна практически находится на карантине, ситуация в районе достаточно управляемая. На сегодняшний день образовательные и дошкольные учреждения района работают в штатном режиме. Ежедневно ведется мониторинг. На карантин детские сады и школы района имеют право закрываться при наличии 20% заболевших. На сегодняшний день ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе стабильная. Из 3664 учащихся первой смены заболело 316 учащихся. Это составляет 8,6%. Наибольшее количество заболевших на сегодняшний день в школе номер один села Акьяр. Там процент составляет 16,4%. В детских садах ведется строгий контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологического режима, гигиенических и закаливающих мероприятий. Проводится ежедневный мониторинг посещаемости детей с установлением причин их отсутствия. Медсестры и воспитатели ведут ежедневный контроль за состоянием здоровья воспитанников при приемах группы. По состоянию на сегодняшний день из 2159 детей болеют 274 ребенка. По данным специалистов здравоохранения района, пик эпидемии гриппа ожидается на первую половину февраля. Поэтому пока, по мере возможности, врачи советуют воздержаться от походов по общественным местам и избегать контакта с носителями вируса. Но если вы уже заболели, то нужно обязательно попасть на прием к врачу. Специалисты не советуют заниматься самолечением, потому что с гонконгским гриппом иммунитет человека еще не знаком. Здесь нужна своевременная и квалифицированная помощь специалиста. Если посмотреть, вот мониторинг ежедневный, вот из 178 на 9 число заболевших, у нас только 17 человек из них привитых. То есть 9,5%. А на сегодняшний день 124, из них только 36 человек привитые. Грипп опасен тем, что вызывает очень много серьезных осложнений. Это, прежде всего, конечно же, острая внебольничная пневмония, которую можно упустить, занимаясь самолечением. Этой инфекцией подвержены дети до 2 лет, значит, лица старше 65 лет, так как в этой группе населения иммунная система у детей как недоразвит, ну, как бы не совсем еще готова, а у лица 65 лет иммунитет как бы уже ослаблен, поэтому они более подвержены этой инфекции. Также следующая группа населения – это лица, у которых имеется хроническое заболевание, допустим, сердечно-сосудистая система, бронхолегочная система. И следующая группа – это беременные, потому что у них идет как бы гуморальная перестройка организма, и они не успевают отвечать на эту инфекцию, и более часто вызываются у них осложнения. Гонконгского гриппа могут не бояться люди, которые сделали прививку. В тех случаях, если вакцина не поможет уберечься от гриппа, то она поможет перенести заболевание без некоторых осложнений и в более легкой форме. А пока хайболинцы активно скупают препараты с витрин-аптек. Ценовой диапазон начинается от 60 рублей. Самыми популярными товарами среди населения являются маски и оксалиновая мазь. Гульнас Ибрагимова, Альберт Узбеков, Ильнур Крымгужин, Ильгам Хусаинов. Служба новостей. В Российской Федерации и Республике Башкортостан 2017 год объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий. Соответствующие направления были озвучены в посланиях президента страны Владимира Путина и главы Республики Рустема Хамитова. В связи с этим в Республике сформирован план основных мероприятий тематического года, который включает в себя более 100 мероприятий в области обращения с отходами, нормирования воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, в области охраны водных объектов, в области охраны лесных ресурсов, снижение загрязнения атмосферного воздуха, в области охраны особо охраняемых природных территорий, растительного и животного мира и рационального недорпользования, а также развитие экологического образования, просвещение и повышение уровня экологической культуры. Не секрет то, что на территории Хайболинского района, даже в отличие от других районов Зауралья, большое количество особо охраняемых природных территорий, в том числе памятники природы, а также заказник Шайтантау. На текущий момент у нас запланированы мероприятия, именно на текущий год проведения на территории Хайболинского района, в том числе и за Уралья, мероприятия, акции совместно с организациями, совместно со школами, конечно, детскими садами, со школами. Охота, чтобы в том числе принимали участие в данных мероприятиях, а также население, потому что это в первую очередь их больше касает, как-никак они же здесь живут, они же здесь выросли, они же здесь родились. В первую очередь, конечно, охота пожелать, чтобы они более бережно относились к природе, то, что где они живут. Башкурт ауылдарын хақулау хэмтергедеу мақсатында ишлеп келген мақсатлы дәулет программалары Хайбола райынында аудым куланыла. Бүгінгі күнде райында елден ашыл кересиен фермер хужалығы тіркелген. Шолардың біреуі Гузел Юмағулау айтеклегені, сағыштырмаса, яңырақ барлыққа келген. Келесекке, олы ниеттер қорған бұлдықлы, ғейле бошылықтарымнан бізден қабер селыс рашты. Сырту кел, бүгін елдің көпті бәктәрінде көмә құжалықтардың тарқалауымынан бейлі ауыл халқы ұд юнын ұды көргә мәжбур. Тап ұшық әл көптәрді ұд үшін асырға, шәкси құжалығын түрлі яқлап ұстырға иттәлі әлі әйінді. Етмәғе дәулет тарыфынан әр яқлап ярдам көргетілем. Гөзел қанымда ауылда балылар бақса ғандала, Әргелегі таусынаға түпір приятсия ғандала көз түгі вақытында. Әмә бірі ғындай қызқартуға әлігіп үшет қалға, екінсі ғынан халық тұрышы бойынса өді кетірген мәжбур болам. Малсылық тармағы үйренілген дәр таныштайш. Шұға көрі шәкси құжалығын артабан ұртыру мақсатында бір ел әлі күлкірәттен фермер құжалығы үштіріп ебері. Бұлтырғы елден башыланығын, 2016-сы елден субсидиялығы үштік. Хекін мүніне іптәшім күн алды тракторға қалғанына мал алдық. Маторит пәдіреш башылап кеттік. Құл құжа, мен құжа деп әйтмейді бірі бірі бұрыдға. Мен көгінсә үдім жылдамын, көгінсә үші қатыным қарайынды. Қатын күшеге яңғызнағына бұлышта алып бару ауырға тұра келерін әлбетті. Юмағолов тариха үшті бір кәлі башқара. Масылық мұна шоғылан өді техника ғат көт алдына келтіру ауыр. Шоға көрі Юмағолов тар дәулет тарафынан берілген ердамға малдар ғанын мешейті. Әм тракторларына мақсус құрамал ғатып алам. Құрыс арғыма маладығын әдірлөді көп кәйінгілі үштірі. Ґғатыр февралды әдірлөә үштірі. Үштөә үштәйі, үштәй, үштәй, үштәйті, үштәй, үштің үргельмен ерді тада айда көрфесе. Үдіғын, үштәй бұл үштің үштің үштің, үштің үшті үшткен. Пиш Билгангар, Рысь Юлдаш, Тихалага и Тима. Альга, Юмауловтар малдар ханны не шайту, олардың дуқымдарын яңырту ниеті мина не шай. Бұның усын бар мемкинселектар асылған, бары тек тарышлық қына карактериган фыкердай ғайда башлыған. Тарыш хазмат өт-худымтелерін бермей қалма сәлбетті. Кытқа уақыт арауығында, бір несе баш мал минаңгіне өт көсіна шанып, үш башлыған фермер хұжалығы текслерне, кәсіптәрі тағыла кінгейб, көбірек табыш беруін тілергәгіне қала. Фениле Башырова, Альберт Узбеков, Ильдур Крамғужын, Илхан Хусейнов, Яңлық Тархызматы. Это была последняя информация на сегодня. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok